Концепцию нового здания Дальневосточного художественного музея и комплексное развитие прилегающих к нему территорий обсудили на градостроительном совете при губернаторе Хабаровского края. Проект ДВХМ был разработан еще полтора года назад, однако тогда никто не говорил о том, что это окончательное видение. Объект крайне сложный и масштабный, требующий периодической актуализации. Очередную версию представили на суд экспертного сообщества. Тему продолжит Марина Рожко. Волны буквально формируют новый силуэт здания, а лодка уже в новой интерпретации, более расширенной, как ковчег культур, служит акцентом над главными входами в музей. Фасад и крыша нового здания Дальневосточного художественного музея в проекте по-прежнему напоминают волны Амура. Однако архитекторам пришлось скорректировать форму кровли, чтобы она могла выдержать хабаровские дожди и снегопады. За основу была взята поверхность сфероида после долгих просчетов, как поверхность, максимально исключающая образование снеговых мешков и вообще скопление снега. Далее эта поверхность была трансформирована под внутреннее содержание, был оптимизирован строительный объем, и поверхность получила обратную кривизну по внешнему периметру для того, чтобы исключить случайный сход снега на прохожих. Архитекторы рассказали, что сохранили общую площадь нового здания. Это более 20 тысяч квадратных метров. При этом увеличили место под хранение и реставрацию музейных экспонатов. Экспозиционных площадей получается 5300 квадратов, при этом помещения и фонда хранилища, реставрационных, мастерских и прочих зон работы с экстонатами еще 5000. То есть основная часть здания посвящена как раз именно музейной части, но при этом с широкими возможностями для реставрации. Более 4000 квадратных метров займут атриум, коридоры и общественное пространство, которое будет задействовано под коллаборации культурных и образовательных проектов. Надо бороться за содержание, чтобы это все-таки были ваши выставочные пространства, а не коммерческие пространства в первую очередь. Я не против коммерции, но коммерция должна быть минимальная и дополняющая, ну как мы вот сделали в нашем утесе. Награда в строительном совете эксперты обратили внимание проектировщиках и на развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры. Строительство комплекса ориентировано на будущую набережную, поэтому верхняя и нижняя территория музея должны быть связаны удобными спусками и проездами. Низний вот тот проезд, от него довольно серьезный перепад в сторону набережной, как таковой. И, наверное, вот так просто такой по Тёмкинской одной лестнице спуститься тяжело. Может быть, там нужно сделать каскад лестниц и серпантина такого, понимаете, который бы был более удобным в эксплуатации. Возможно, даже вплоть до того, ну это может быть мечта, но и даже и вертикальный какой-то лифт, подъемник с выходом. Отдельное внимание внешнему облику музея. Он должен не просто отвечать современным тенденциям архитектуры. Тема дерева в интерьере и вот такая светящаяся золотая, она интересная. Может быть, здесь, конечно, на интерьерах показать более насыщенные интерьеры с какими-то произведениями искусства, чтобы стены не были пустыми, понимаете, и насытить функционально вот именно это центральное пространство. Вот этот фасад с улицы как раз, ну, бывшей, так сказать, кавказской, он достаточно, ну, такой офисный, технологичный. Вот каким образом при вашем искусстве все-таки суперкомпетентная компания сделать так, чтобы считывалось, что это учреждение культуры в первую очередь, на подсознание, как угодно, как хотите, вот это должно читаться. Кроме этого, Дмитрий Демишин призвал архитекторов, проектировщиков и строителей в целом задуматься о будущем облике города и обратить внимание на соседние улицы. Надо точно сохранить те замечательные дома, которые действительно на стыке 19-20 веков здесь построены. Их надо расселять, может быть, там тоже те же самые музейные пространства разместить. В общем, этот вопрос нужно решать комплексно. И поэтому точно вот вам задача, что этот исход накрывается, это комплексным развитием территории и решать, как интегрировать уже имеющуюся старинную простройку с современными какими-то достроями. Новое здание ДВХМ – часть мастер-плана Хабаровска, куда входит и развитие Большого Уссурийского острова. Открытие погранперехода простимулирует большой приток туристов. По мнению губернатора, береговая линия должна производить впечатление на гостей региона. Для этого прибрежную зону необходимо выдержать в едином современном архитектурном стиле. Чтобы город был все-таки больше похож не на набор советских зданий из крупнопанельного домостроения, а на современный Шанхай, условно говоря. Марина Рожко, Смотри Хабаровск.